Всем привет! Я Антон Антонов и сегодня я хочу рассказать вам о том, что же такое киста яичника или поликистоз яичников с точки зрения научной современной психосоматики. Я немножко расскажу о теории, о том, что же такое яичник и для чего он нужен женщине. В нем вырабатывается эстроген, это гормон для того, чтобы женщина ощущала себя, ну так скажем, и выглядела более привлекательно, сексуально. Так как в природе все нацелено на одно, на выживание и размножение, мы все не исключение. Так вот, а первопричина или конфликт, связанный с тем, что запускается симптом в яичниках, связан с потерей или страхом потери близкого человека, животного, партнера и так далее. Самое интересное, что это может быть не прямая потеря, а это может быть уход. Например, если люди расстаются, от женщины уходит мужчина, то ее организм биологически воспринимает это как его полный уход. И включается правый яичник, потому что правая сторона у нас отвечает за конфликты с партнером, левая отвечает за конфликты или стрессы с матерью и ребенком. Соответственно, если партнер уходит, то у организма, ну так скажем, ощущение, что он уходит навсегда. И он начинает увеличивать правый яичник для того, чтобы выработать больше эстрогена, для того, чтобы самка, мы так скажем, стала более сексуальной и привлекательной. И нашла себе пару и восстановила популяцию. Потому что в природе, если кто-то из популяции умирал или уходил на охоту в лес и не возвращался, то самкам фертильного возраста нужно было эту популяцию восстанавливать. И включались именно эти же программы. Но в природе эти программы включались и заканчивались. То есть функция выполнена и все. У нас же, ну мы имеем свойство зависать в стрессе. Он ушел и я не могу его забыть. Или там собачка умерла, животное, да, и я не могу эту потерю вот так же восполнить. И у таких женщин найдут кисты или поликистоз, спайки и так далее. Спайки, кстати, из-за того, что яичник присоединяется к другим органам для того, чтобы выработать свою новую кровеносную систему. И если программа здесь или стресс завершен, то через 9 месяцев эта ткань становится тем же яичником и вы вырабатываете еще больше эстрогена. Я вам скажу обиходным языком, что же это такое. Это женщины всегда переживающие за кого-то. Ребенок уезжает куда-нибудь там в школу или учиться куда-то. Она переживает. Любимый уходит, а не уйдет ли он навсегда. А вдруг с кем-то что-то случится и он умрет. Это вечно переживающие за все женщины. Если вы относитесь к таким, я рекомендую вам обратиться к специалисту, либо если вы сейчас уже что-то осознали, ну согласиться со всем этим. Да, все так. Да, он уходит и увидеть, ну что он ушел, например, навсегда, ваш там любимый. Или ребенок уехал учиться и как бы, и все, и не вернулся. Увидьте и согласитесь с этим. То есть примите это. И тогда стресс отпустит. Конечно, если это целая стратегия, в которой вы жили всю жизнь, и мама также жила, и бабушка, и переживали за всех, то не всегда получается это сделать вот так быстро и легко. Но никто не говорил, что это будет быстро и легко. Но это возможно. Мы работаем с такими случаями очень часто, и результаты очень-очень хорошие. Я не рассказываю вам о лечении, я рассказываю вам о первопричинах, запускающих ваши симптомы. Люблю вас, здоровья и до новых встреч. Пока.